огромный всем привет с барахолки посмотрим что сегодня нам приготовил посудный секонд-хенд ну и только посудный здесь вот на столе кое-какие новинки ваза вот симпатичная старая скорее всего это довоенный фарфор я забыла я помню эту марку по-моему довоенная немецкая конечно же вот мне принесли как на заказ такую красивую вазочку продавец у меня уже есть несколько вещей такой же серии но здесь я вижу очень много царапинок потертостей внутри здесь не знаю одна большая царапина видно скребли тут ножом или вилкой валендорф сделано в гдр настоящий кобальт пока положим и сюда с вами еще не досмотрели здесь есть такой наборчик десертный и наборчик сам красивый видите листок для конфеток для чайных пакетиков кто как здесь очень много потери золота и рисунок сам тоже эти у розы нижний лепесток отсутствует часть но это наклейка переводная картинка красиво конечно это шуман бавария и 6 маленьких тарелочек ну смотрите тарелочки еще разные 3 с бутоном и 3 с розочкой с бутоном все тоже видите шуман очень большие потери золота по краям видно в посудомойке нещадно эту посуду эксплуатировали так дальше у нас тут красивая сахарница с приклеенной ручкой приклеенной этой штучкой к сожалению кала тоже старая клеймо лазочка это наборчик мы с вами уже видели на другой барахолке и вот чашечки японском китайском стиле восточном короче две лампы алладина одна и вторая одинаковых тарелочки с гусями без клеймо коротко шпун тайская чашечка фарфоровая ложечка китайская статуэточка я тут думаю не знаю что то или японская что там написано на этикетке я тоже смотрю может в камеру здесь написано что это ручная работа и клеймо типичная для китайских изделий из фарфора очень миленькая это ну это может быть 70 80 то есть это винтаж стопроцентный может быть начало 90-х это самое крайнее да ну да почему бы не взять у меня в корзинке уже мы сейчас здесь с ириной ирина моя зрительница тоже она была в гостях у нас в кемпинге и вот мы сейчас вместе приехали в этот секонд-хенд в городе батказин меня в корзинке мой улов интересная деревянная менажница наверное менажница это думаю чистое дерево здесь еще сохранился до сохранилась что-то ручная работа что в общем короче вырезана вручную написано фирма брокман фирма брокман мне ее принесла продавец сказала вот я думаю что это вам понравится я сказала да конечно конечно мне это понравится вот спросила и где лежат новинки она сказал везде все разбросано по магазину так выглядит магазин то есть она сказала ищите типа вышкладоискатели вот и ищите так что будем искать тоже есть такое небольшое китайское произведение из фарфора ангелочек для свечки подсвечен на этом столе обычно лежат всякие мелочи статуэточки всякие финтифлюшечки маленькие вазочки фигурки из фарфора и не и не из фарфора вот по-моему уже видели с вами я как-то заячика тоже видели всегда приходим в этот магазин с надеждой на чудо найти что-нибудь интересное мы видим такое блюдо синий с белым фарфор джолика без опознавательных знаков тут же есть хороший поднос такой правда по-моему тут одной ручки не хватает ой мне кажется это не поднос да это жаровня какая-то очень тяжелая чугунная даже одной рукой не удержать здесь еще такой симпатичный подносик соломка мне кажется типичный такой семидесятых изделия руки здесь быстро пачкаются так что кто-то увидит у меня вдруг грязь под ногтями вы идите в положение руки пачкаются здесь очень быстро красивые горшочки по моему это соляная глазурь надеюсь что меня слышно потому что я в маске и здесь еще рядом дорога проходит поэтому может быть меня и не слышно еще один горшочек вот так вот ставят иногда на кухне деревянные такие в деревенском стиле такие вот вещи для оформления очень даже симпатичная ручная роспись валендорф стаканчик по моему медведь это символ берлина вот написано здесь александр плац хорошенький стаканчик и румынский стеклянный давайте посмотрим кружку глиняную 73 год год моего рождения тяжелая глиняная кружка а что написано а вот еще один такой же стаканчик здесь уже другое изображение не могу прочитать что у меня там а и и это 2 и и вот и и и и и глиняная миска миниатюрки это инкрустация по дереву одна и вторая парная два каких-то флакончика интересных стареньких здесь что-то, видите, с горлышком наверное, они падали тонкое такое стекло а второй, по-моему, в лучшем состоянии смотрите, с притертой пробкой этот отличный флакончик легенькое-легенькое стекло вот этот можно взять а здесь, видите, я вызываю его, но тут горлышко горлышко подбито так, что я здесь вижу сувенирные чашечки тоже старенькие довольно-таки вот одна вторая все с разными мотивами разными рисунками вторая и третья и блюдце к ним я думаю, 50-60-е более парфоровый стаканчик очень хорошенький он похожим тоже на ручную роспись что здесь такое пока возьму его пушинчик, кстати, тоже это стекло это не хрусталь по-моему, пробка тоже не от него стоит на булочке попа чья-то такие вот штанишки баварские сувенир наверное, для зубочисток виточки симпатичные но это не фарфор керамика, что ли какой-то такой материал похожий на керамику но очень симпатичные фирма Тилия не знаю, что это за фирма не знаю, что это за фирма и бокал много керамических глиняных изделий что это такое очень многие вещи мы с вами уже видели что это такое чашечка есть еще такие чашечки большое блюдо ваза стеклянная отбитый край красиво стекло кашпо красивая ваза для фруктов таким отливом радужным тяжелая дорога рядом простое белое блюдо кто-то сам рисовал кашпо 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 всякая утварь вот эти ручки латунные еще лежат как-то меня спрашивали есть ли бывают ли ручки чайничек керамический какое-то племо есть на нем здесь тоже всякие мелочи на этом столе таймер для кухни здесь какой-то такой шарик внутри не поймешь кто птички что ли вот Ира нашла этот кувшинчик тоже Китай тоже вот видишь я не знаю уже ничего в этом столе ну красиво ну симпатично очень даже да вот она такая для салфеток наверное штучка набор стаканчиков на деревянной подставке а вот здесь вот два из Эрцгберге шелкунчики вот наконец-то здесь в этом магазине этот набор в полном комплекте очень долгие месяцы здесь стояло только несколько вот таких рыбок рюмочек теперь появилась и большая рыба вот такой комплект продавался в немецкой передаче Баррес Фюррарес за 70 евро антиквариаты его купили он был в голубом исполнении а я видела на ebay в аукционе с одного евро никто не покупал никто даже евро не давал надо ехать туда с этим комплектом да надо ехать на передачу ага поэтому я уже обращала внимание этот комплект смотрите 50 копеек цена за рюмку отдельно продавались получается можно было купить столько рюмок сколько тебе нужно да это наш завод российский ну да я забыла только какой мне писали в комментариях какой завод может быть сейчас еще раз напишут вот а сама большая рыба графин стоила 2.25 это вот еще до перестройки цены так что кому нужен такой наборчик приезжайте в Баткюзн на этом я свой ролик заканчиваю желаю всем хорошего настроения счастья самое главное здоровья и до новых встреч в моих роликах ах да чуть не забыла если вам понравилось это видео буду рада вашему лайку пока пока